Про должность, про заукционы, протяжение мясовых организаций до наведения парадки и створения комфортных умов для насельничества. Процесс добраупарадкования в области не обмежевывается неким одним накерунком. Олег Сенсеров ознайомился с опытом у Луковского сельсовета Гомельского района. Разум с ним, изменение планов не выключило необходности поднимания тут постоянного парадку. Головная капкожная территория мела своего господара. Шесть годов тому в Луковском сельсовете ликвидовали племзавод Беруски. Неколи тут находился машина тракторной парк господарки. Зараз санкции так обслуговывания. Территория не только поднимается в постоянном парадку. Тут навод камеры вида на зира не установлены. Зараз новых владельников отримали практически все объекты былого племзавода. Например, был склад зельних фуражат, первопродуктовая крама. Да, этого объекта у местного населения в свой час было шмат нарыканье. Неколи его выдавали практически в поле, а потом навоку вырастал микрорайон. Жахары кажут, что ведьмин задоволены переменами и узгадывают облой антисанитарии на покинутом складе. Если вспомнить, что здесь было, сарай, которым разводилось неизвестно что. И вот заиметь у нас в шаговой доступности такой магазин, ну, мы, наверное, к хорошему привыкаешь очень быстро. Потому что мы даже не верим в то, что раньше здесь у нас такого не было магазинов. Реализация про аукционные объекты, у которых протягивает час не выкористовываясь, на окончании теперь звычайная практика. Причем до традиционных додались еще и электронные торги. О масштабах проводимой работы можно мерковать на ближайшем аукционе, на яке выставить объекты у девяти районных в области и областным центром. Основная задача органов местной власти и субъектов хозяйствования в отношении недвижимого имущества это не только превращение каждого объекта недвижимости в высокодоходный актив, но и наведение порядка на земле. В 2018 году в Гомельской области почти 500 объектов недвижимости, неиспользуемых, подлежит вовлечению в хозяйственный оборот. Это только государственные собственности. Больше половины из них предлагается на продажу. На сегодняшний день с аукционных торгов уже реализовано 103 неиспользуемых объекта. Еще один макеронок добропарадкования территорий, притягнение до этой справы местных организаций, непосредного в Уроковском сельсовете, это одно из сельскохозяйственных предприятий, тем установка эдукации, пять культуры, и кля 190 субъектов малого бизнеса, еще до начала Нового года кожны ведая, чем ему придется займаться. Ежегодно в ноябре на заседании сельсполкома мы утверждаем план благоустройства на следующий год и закрепляем территорию за предприятиями, учреждениями, организациями, которые расположены на территории Уроковского сельсовета. Согласно схеме закрепления данные предприятия проводят работу. Это в основном обкос территории, наведение санитарного порядка, обустройство клумб и иные работы, которые зависят от специфики территории. Олег Синчуров, Валера Кипанько, Теллер, Аду, Компания, Комель.